Календарь соревнований по художественной гимнастике, на удивление, богат событиями. К примеру, на 31 марта и 1 апреля в этом году выпало целых 5 международных стартов. Наиболее значимый из них – Гран-при во французском Киа. Куда за Россию, естественно, командировали самых звездных наших гимнасток – Алину Кабаеву и Ирину Чайщину. Еще были 4 тоже международных, но не таких престижных турнира – во Франции, Словакии, Италии и в Ижевске. Не расстраивайтесь, что сегодня вы увидите последний старт в пистике. Он, разумеется, не самый популярный, но, поверьте, очень перспективный. И такой статус как нельзя лучше подходит не только к нынешнему турниру на призы журнала «Мир женщины», но и ко всем, что проводились в последние несколько лет. Гимнастические звезды перестали заглядывать на турнир еще в середине 90-х. Для них появились другие соревнования, где хотя бы платят деньги. Поэтому «Мир женщины» перебивается менее амбициозными молодыми гимнастками. Однако амбиции имеются в виду не спортивные, отнюдь. Еще три года назад в Ижевске выступали такие юниорки, как Алина Кабаева и Ирина Чащина. Тогда их еще никто не знал и не ценил. Тогда все хотели видеть Зарипову, Батыршину, ну или хотя бы Лепковскую. Прошло буквально несколько месяцев, и начался самый настоящий Кабаева бум. Фан-клуб Чащиной разрастается сейчас. Так что соревнования эти безусловно перспективные, хотя и не популярные. А в те времена, когда журнал носил имя «Советская женщина», и еще пару лет спустя турнир проводился с большим размахом и даже по разу сумел добиться статуса этапа европейского и мирового кубков. Тогда организаторы могли себе позволить арендовать просторный зал «Дружба», который хорошо подходил для мероприятия подобного уровня. Дручинина, Тимошенко, Скалдина, Зарипова, Ветриченко – завидный список победительниц можно продолжать. Но и этих имен достаточно, чтобы понять, что это был за турнир. В нем участвовали самые-самые, и, надо сказать, делали это охотно. Тогда еще не существовало такого понятия, как призовые. Восторженная столичная публика, аплодисменты, подарки и ступень пьедестала. Это был достаточный стимул, чтобы хотелось выступать. Теперь же спорт все больше напоминает бизнес. И на соревнования со скудным финансированием ведущие гимнастки не приезжают. Мир женщины – турнир неденежный, это очевидно. Журнал сейчас переживает не лучшие времена. Каждый новый номер этого чисто женского образца нашей периодики – маленькое чудо. Что уж говорить о каждом новом художественно-гимнастическом состязании. О каких призовых может идти речь, если от крупных затрат организаторам уже который раз приходится спасаться в Ижевске. Потому что здесь аренда зала не в пример ниже московской. Конечно, зал смотрится весьма скромно, да и соревновательный ковер не шикарный. В Москве бы нашлось, что постелить и получше. Но посмотрите на это. Даже если провести в столице Олимпиаду, вряд ли можно будет увидеть ломящуюся, как на штурм вражеской крепости, публику. Которая, к тому же, будет драться за места на холодных каменных ступеньках. Что, как известно, совсем не здорово для здоровья. Вряд ли даже все обычные кресла займут вялые и капризные московские зрители. Вдобавок к этому, в Ижевске на трибунах совсем не только свои. Здесь нормальные зрительские пропорции. Это же, в конце концов, художественная гимнастика. Кому еще ходить на соревнования обворожительных девушек, как не мужчинам? Ну а юных любительниц гимнастики на соревнованиях хватает всегда. Они самые преданные поклонницы и самые страстные охотницы за автографами. Правда, выступающие здесь пока не звезды. Но детская интуиция подсказывает, что когда они ими станут, автограф отхватить будет гораздо сложнее. И интуиция, скорее всего, не обманывает. Из Москвы, например, соревноваться приехали гимнастки из знаменитого центра подготовки Ирины Винер, где, как известно, детей без уникальных способностей не бывает в принципе. В Ижевске выступали девушки, которые в рейтинге сборной ютятся где-то за десяткой. Однако даже такая команда не оставила соперницам никаких шансов. Одного взгляда на разминочную площадку было достаточно, чтобы понять, кто-то из них выиграет. Естественно, так и получилось. Нарушая все традиции репортажа, мы прямо сейчас показываем вам финальные кадры. Вот так выглядел фидестал турнира «Мир женщины-2001». Победительница – москвичка Екстерина Капранова. Серебряный призер Аида Красникова из Казахстана. Бронзовый – Юлия Чернова с Украины. Все дело в том, что распределение призовых мест здесь очень условно. Организаторы соревнований решили, что в зачет пойдут оценки только одной гимнастки от страны. Иначе фидестал состоял бы сплошь из российских гимнасток, что для международного турнира просто недопустимо. Впрочем, Екатерину Капранову этот запрет никак не затронул. Она была единственной гимнасткой на турнире, у которой оценок превышающих 26 баллов было целых 3. Она выиграла мир женщины легко, как будто другого от себя и не ожидала. Хотя еще совсем недавно на усердную Катю и ее младшую сестру Ольгу на тренировках почти не обращали внимания. Таких, как они, в центре Виннер предостаточно. Но вот что действительно удивляло, так это трудоспособность. Говорят, что первый тренер сестер Капрановых Елена Нефедова как-то решила поставить эксперимент. Дала задание сделать энное количество бросков и якобы ушла из зала. На самом деле, за всем происходящим она наблюдала. Добросовестные ученицы задание выполнили на отлично. Катя, естественно, лидер. Она старшая и чуть более опытная. Из всех, что когда-либо побеждала на этом турнире, она первая коренная москвичка. Добросовестные ученицы задание выполнили на сестру Ольгу на тренировках. Добросовестные ученицы задание выполнили на сестру Ольгу на тренировках. Добросовестные ученицы задание выполнили на сестру Ольгу на тренировках. Катя Капранова – это девочка, которая пришла в Центр Олимпийской подготовки. В общем-то, совсем незаметная особенно. Ее гимнастические данные хорошие. Не блестящие, но хорошие. И она их развивает. И основной ее талант заключается в ее работоспособности и умении двигаться быстро. Она быстро растет. Вот это для нас очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Есть ли у тебя какая-то заветная мечта? Ну, конечно, как и у всех стать. Ну, вот не то, что победительница, а чтобы меня все знали, все любили. И я всем нравилась. И, конечно, хороших результатов достучь. Вот Алина Кабаева, когда в Сиднее стала бронзовым призером, сказала, что это все равно медаль, а что я не выиграла, дескать. Ну, что ж, зато меня по-прежнему все любят. Скажи, пожалуйста, что бы ты предпочла? Выиграть Олимпиаду или не выиграть, но быть любимицей всего мира? Ну, я, конечно, думала долго над этим вопросом, но все-таки мне больше нравится, как Алина Кабаева. Чтобы меня любили весь мир, если нет любения. Олеся Мануйлова тоже не прочь быть известной и любимой. И к Славе она уже ближе, чем Катя. Ни много ни мало, Олеся победительница клубного чемпионата мира среди юниоров, а также чемпионка в команде с Чащиной и Кабаевой. Она, разумеется, тоже из центра. И ее спортивная биография похожа на многие другие истории современных и перспективных гимнасток. С шести лет она стала заниматься художественной гимнастикой в своем родном городе. Для Олеси этот город первым. В 12 лет ее привезли в Москву на смотри на Квинер. И с тех пор она тренируется в Олимпийской деревне. Иногда чересчур усердно. Незадолго до турнира она потянула ногу. Поэтому в Ижевске Олеся выступала хорошо, но не отлично. Оценка за булавы была единственной за 26 баллов. Что по старым меркам совсем скромно. Это чуть больше, чем 8,8. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok